Более 28 лет, и первую часть своей истории с 1991 года мы провели, как это не странно, без ансиса, то есть когда его еще не было. Ну и вообще надо сказать, что, хотя я буду говорить об ансисе в строительстве, но в первом сегменте, конечно же, мы занимаемся не только строительством, многие здесь присутствующие знают нас и с точки зрения наличности полностью прочности оборудования, по проводным системам. Итак, общая история. Начнем с нее. Ну, сначала о нашей фирме. Вот она здесь представлена. 1991 года она существует, повторяю, более 28 лет. Много подробностей можно увидеть на нашем сайте, я сейчас на этом не буду останавливаться, в частности о тех объектах, задачах, сегодня большая и значительная часть которых выполнена именно с использованием средств вычислительной механики, но и, прежде всего, в ансисе, ансисе-кеникал, ансисе-клд. Ну, опять же, такой важный этап, который подвигнул нас, собственно, к такому серьезному переосмыслению и переходу в значительной степени собственного софта стадио на программный комплекс ансис, это опыт, экспертиз, экспертных исследований причин обрушения. Это вот для россиян очень известные объекты. Мы были главными экспертами по расследованию, исследованию экспертного причин обрушения Трансвальпарка, Османного рынка, ну, и ряда других объектов, да. И как раз ансис был одним из основных инструментов и показал свою значимость. Ну, и были публикации на эту тему, да. После этого мы поняли, да, что это магистральный путь, если мы хотим быть конкурентно способными и решать задачи именно в том самом науко-емком сегменте. Что это за сегменты, какие задачи, об этом еще поговорим. Ну, вот так незаметно прошло лет 15. Здесь показана примерно в двухгодичной давности сцена, эпизод в Российской Академии Архитектуры и Строительных Наук, где как раз наш коллектив получил золотую медаль Российской Академии Архитектуры и Строительных Наук. Это высшая награда в таком науко-емком сегменте фундаментальном строительном науке за комплекс исследований стадионов к Чемпионату мира по футболу 2018 года. То есть половина стадионов наша, да, то есть из 12 и 6, об этом еще тоже будет речь наша. Тоже важным таким моментом, которому уже 10 лет, была, собственно, легитимизация ансиса в строительной отрасли, да, потому что в строительной отрасли существовали, ну, такие маловнятные процедуры, как сертификация, как мы это говорим, да, она сводилась к тому, что положи в дупло деньги и с тобой самим написан сертификат, и через там месяц забери его подписанным, но только без денег, да. Ну и так раз в два года это продолжалось, да. Поэтому мы, так сказать, поняли, особенно после трансвали Басманов, что с этим надо заканчивать, что нужно реальное подтверждение достоверности и возможностей программы. Вот в системе Российской Академии мы организовали такую процедуру, повторяя этому уже почти 12 лет, и программный комплексенсис был первым практически из таких тяжелых, из тяжелого софта, который эту процедуру прошел в полном объеме, енсис метаникл, да, на целом ряде задач. Но мы об этом докладывали, поэтому я просто покажу некие фрагменты, вот. И надо сказать, что это дало свои плоды, хотя эта процедура является добровольной в строительстве, но в отличие от атомной энергетики, да, вот. Тем не менее, сегодня высшие экспертные органы, например, глава госэкспертиза, не просто признают, а требуют, да, при обосновании уникальных, особо ответственных строительных объектов, вот подтверждение, верификация. И поэтому Анфис играет здесь вот такую важную роль. Тоже достаточно давние объекты, у каждого из них очень интересная история, но это как бы не сегодня, при времени на это нет. Это, в частности, покрытие траминала во Внуково, новое в 2010 году, и уточненный анализ конструктивных узлов, потому что оказалось, что были сомнения в их прочности и надежности, безопасности. Вот как раз такая процедура суперэлементного встраивания трехмерных моделей, пространственно-стежневую модель покрытия, позволила точно определить упорно-пластический характер работы и оценить по прочности и долговечности. Ну, то есть, как бы не из 100 лет, а оказалось, что 300 лет, да. То есть, после этого Юрий Михайлович Лужков, это 10-й год, был последний год его, как бы, царствования в Москве, да, он как раз перевязал ленточку. Ну, целый ряд других объектов я подробно говорить не буду, в частности, Большая Ледовая Арена к Олимпиаде в Сочи, общеизвестная такая капля, да, в Энсисе тоже мы это считали, санно-попстрейная краса при комплексе нагрузок воздействия, включая, разумеется, сейсмику, да, вот, и температурные, комфортность пребывания, уровень шума в районе метрополитена, московские, так сказать, да, высотки, тоже такие пионерные работы, вот эти работы тоже одна из высоток московских дирижабль в районе пересечения профсоюзной Наметкина, с учетом, анализ, с учетом реальных отступлений от проекта по физико-механическим свойствам и геометрии, там они были, и то, и другое очень серьезно, анализ. Один из объектов инфраструктуры Сочинской Олимпиады в горном кластере с светопрозрачным куполом в условиях сейсмики и более чем тонн на метр квадратной снеговой нагрузки, тоже очень интересный объект. Ну и вот вы видите узлы, те же самые сопоставления. Один из предпроектных вариантов, ну, второго по высоте в России и самого высокого в сейсмоактивной зоне Ахмат Тауэра в Грозном, да, с учетом нелинейных факторов и сравнительный анализ Сенсиса и Абапус, тоже такое, значит, было проделано. Но это в Москве известный объект, тут недалеко, башня эволюция, да, такая четырех, закрученная четверная спираль, правда, не в левую, не в левую, не в правую сторону, но, тем не менее, здесь тоже были интересные задачи, связанные с тем, что данные мониторинга и лазерного сканирования, в частности, показали достаточно сильное отличие от расчетных параметров, да, по перемещениям. И нам пришлось показывать, доказывать и выяснять, почему это произошло. Оказалось, что именно учет тех факторов, которые раньше не учитывалось, так называемой генетической нелинейности, то есть учет нелинейности за счет последовательности возведения, шаг за шагом и так же этажом, да, привел к картине принципиально отличной от той, которую давали прежние расчеты. Это в методическом плане был такой важный пионерный шаг. Означает ли это, что мы занимаемся только уникальными и особо ответственными сооружениями? Ну да, по преимуществу так. Надо сказать, что просто такой естественный отбор сработал, да, и к нам как бы с сараями там на линкеровском основании не приходит, находится умеется, кто это делает сами, да. Но, тем не менее, вот ряд новых проектов, в частности, высотные проекты социального жилья, это, значит, панельные здания, там 25-30 трехэтажные, которые сейчас по реновации тоже будут возводиться, да, они требуют уже нового подхода даже к таким конструкциям, да, к учету целого ряда факторов, ну, в частности, здесь показано, как мы учитывали и анализировали деформативность и прочность монтажных узлов, да, на которых держится эта панель. Это показало, кстати говоря, совершенно иной характер работы, нежели было принято, ну, так сказать, на протяжении многих десятилетий. Тоже в Москва-Сити опять возвращаемся, да, вот такой киноконцертный зал, ну, здесь показаны этапы строительства, сейчас это практически построено, вот здесь обращаю внимание, так, может, предотвращаю внимание, вот, на этот фасадную конструкцию в виде таких часов, они, да, механических сделаны, огромные такие пролеты, бантовая конструкция, светопозрачные панели, то есть очень интересные фасадные конструкции, ну, вот как они выглядят, это все в Ансисе, как вы понимаете, да, очень такая многоприиметрическая задача, обратите внимание, что пакеты мы моделировали как есть, со слоем, значит, газа, который тут тоже есть, это такая связанная задача, которая, кстати, показывает иные результаты, нежели упрощенные подходы. Ну, и, естественно, рекомендации, которые мы даем, идут в дело, сегодня эта конструкция уже, де-факто, возведена, ну, я мог бы так и пригласить, да, интересно посмотреть, это такая площадь, да, городская в Москве-Сити, и очень интересно это смотрится. Есть совсем такие сложно сочиненные объекты, вот это из недавних, да, объектов, вот мой коллега, Саша Магипович, да, с которым мы приехали, он как раз занимается этим объектом, это подземно-надземный, так называемый, винный парк на побережье Крыма, в сейсмоактивной зоне, с очень сложными инженерно-геологическими и сейсмоэктоническими условиями, то есть это потребовало тоже серьезной доработки и методологической части, и реализации этого в Энсисе, ну, как используя возможности самого Энсиса, так и с помощью макросов, да, которые, естественно, мы пишем. Ну, вот некоторые результаты здесь показаны, интересные. Ну, как вы думаете, что это за объект такой, да? Ну, москвичи должны это знать. Это самый высокий объект, проект самого высокого объекта, самого высокого жилого здания в Европе и третьего по высоте небоскреба в России, ну, а стало быть, и в Европе, так называемый Бан Тауэр в Москве-Сити, да, на первом участке. Кстати, это первый проект, если говорить об архитектуре, целиком российского архитектора известного, Скуратова, да, до этого все проекты в Москве-Сити были такие, ну, скажем, мягко смешанные, иностранно-российские, да, вот это целиком российский, цельно тянутый, ну, об архитектуре, значит, вы, наверное, видите, она сама за себя говорит. Я уже не говорил о том, сейчас еще буду этого касаться, что расчеты всех уникальных зданий и сооружений, это после трансфаля тоже один из выводов, который мы сделали, был принят в нормативном российском поле, требуется приводить минимум по двум независимым расчетным моделям в разных программных комплексах, и только на основании сопоставления этих результатов независимых и приведения их в должное соответствие, причем научными методами, да, не административными, вот, можно идти в экспертизу и, так сказать, утверждать, да, что ваше расчетное обоснование является достаточным, так сказать, обоснованием этого уникального проекта. Ну, вот здесь как раз альтернатива была, так сказать, тоже, была тоже у нас был такой программ, мы в Ансисе это делали, значит, наши коллеги делали это в двух других программных комплексах, в Софистике и Скаде, но основной объем был, опять же, выполнен в Ансисе, да, это было примерно полтора-два года назад. Ну, вот как раз комплекс тех самых шести стадионов, да, из двенадцати к чемпионату мира, это действительно такая огромная работа была выполнена, мы выполняли здесь и собственные расчеты, и так называемое научно-техническое сопровождение, то есть, как бы, делали вот этот сравнительный анализ и защищали эти результаты в главгосэкспертизе. Вот такая большая работа. Ну, вот, кстати, на базе этой работы Александр в этом году защитил кандидатскую диссертацию, но об этом я еще поговорю, да, то есть, это достойная работа. Ну, вот здесь показана степень реалистичности, соответствия, да, ну, вот на каком-то этапе строительства, да, стадиона, ну, это, по-моему, и Петербургский стадион, и этой модели, да, то есть, сегодня мы видим, что модель, модель Энсисовская, да, может быть, как бы один в один, да, соответствовать реальному объекту, причем на всех стадиях его жизненного цикла, да, это очень важно, и, по сути дела, Энсис нам помог в этом, да, потому что до этого это было для таких сложных, уникальных, большеразмерных многокомпонентных систем, ну, либо с трудом, либо вообще невозможно. Ну, вот здесь показаны эти вещи, да. Тут есть целый ряд особенностей в проектировании, в расчетном обосновании таких стадионов, да, мы, по сути дела, на этом набили руку, там, ну, и голову тоже приложили, но здесь это не показано, я на этом не буду останавливаться, но только обращу внимание, что для целого ряда задач здесь большая разметность, там, ну, вот 12 миллионов неизвестных, например, причем это многовариантные расчеты, да, то есть, там, порядка сотни в сочетании нагрузок и воздействий, статико, динамика, особое сочетание. Сравнительный анализ, вот видите, свайное поле для некоторых стадионов с плохим грунтом, каждое свае мы должны были как-то один в один замоделировать, а их там десятки тысяч, да, вот, комфортность, только уже не пешеходная, как в ветре, да, а комфортность пребывания зрителей, так называемая зыбкость, да, вот тоже анализ такой для стадионов характерный. Узлы, то, о чем мы говорили, да, то есть, уточненный анализ трехмерный физический и геметрический анализ прочности узлов, расчетно-прогрессирующие обрушения, ну, и целый ряд других вещей. Значит, завершается это, как я говорил, прохождением главгосэкспертизы, это очень сложная, очень конкурентная процедура, где мы должны убедить экспертов из главгосэкспертизы в том, что мы делали все правильно, да, а их сомнения, они у них есть и много, это, как бы, их работа, их сомнения, значит, опровергаются нашими доводами, количественными доводами, результатами расчетов. Так. Ну, очень быстро, значит, пробегусь, мы, как бы, эту волну подняли где-то лет 15-16 назад, вычислительная аркает динамиков, задача к строительству, да, начиная со стадионов, с тех же, да, и всяких уникальных зданий, сооружений, комплексов, там, не только Москвы, но и городских, других, да, вот здесь показаны первые наши опыты, уже такие важные и полезные, сегодня, должен сказать, что это не просто признано профессиональным сообществом, такой подход к математическому моделированию, но вот с этого года, это наша общая заслуга, в нормативном поле, да, математическое моделирование ветровых нагрузок и воздействий уравнено в правах с физическим экспериментальным моделированием, да, то есть если раньше мы заходили в экспертизу как бы через товаровед за складное крыльцо, просто там на личных связи, кто теперь, все имеют право это делать, но вопрос квалификации тех, кто это делает, разумеется. Ну вот здесь показаны многие объекты, московские, вот железнодорожный вокзал в Адлере, это олимпийские, значит, инфраструктура, подмосковные объекты, ну и, так сказать, все виды нагрузок и воздействий, то есть нагрузки на несущие конструкции, на фасадные конструкции, пешеходная комфортность, всякие эффекты типа ветрового резонанса, значит, все тут анализируется. Ну, это касается не только гражданских сооружений, вот здесь показано, в частности, крупнейшее в России испарительное градильное на 2-й Нововоронческой атомной станции при полном комплексе нагрузок и воздействий, включая ураган и торнадо, да, вот это все моделировалось, ну и, соответственно, анализировалось с точки зрения прочности возникновения в виде трещин по тем или иным моделям. Сейчас в Москве модно, так сказать, производить всякие там транспортно-пересадочные узлы, в частности, Кутузовский проспект, вот, и это тоже не прошло мимо нашего внимания, ну и мимо внимания наших заказчиков тоже мы это моделируем. Вот здесь видно, как это все происходит, да, и как себя чувствуют пассажиры на платформах, да, то есть не сносят ли их в этих ветровых туннелях. Новые такие шаги, для нас это не новое, я еще в советское время занимался ветровой энергетикой, разумеется, другой, разумеется, на другой базе, в том числе программно-алготемической. Это новая волна пошла, да, ветровой энергетике в России, мы тут сильно отстаем, на самом деле, от всего мира, непрадиционных, возобновляемых источников энергии. Тем не менее, там, где надо было определять нагрузки на фундаментные конструкции, то есть и средние, и пульсационные, вот в результате аэродинамической, математической продувки это удалось сделать. Ну и сопоставиться с теми, кто, значит, являлся производителем, да, этого оборудования. Последние годы, значит, число, как бы, пользователей, скажем, наших услуг, ну и ансисовских, да, сильно возросло за счет того, что многие здания и сооружения, ну вот в том числе такого промышленного строительства, да, попали в разряд особо ответственных, да, вот, и для них требуется по полной программе проходить научно-техническое сопровождение, в частности, продувку, да, то есть определение электроводной нагрузки. Вот здесь показана одна из шахт, да, значит, норильского никеля, ну и целый ряд других объектов, я на них сейчас останавливаться тоже не буду. Это стадион торпеда, ну, тот вариант, который не пошел, правда, да, сейчас, новый вариант стадиона торпеда, включая задачи аэродинамической неустойчивости. Связанные задачи, очень кратко пробегусь, хотя это тоже мы этому отдали много времени, это вот в частности очень-таки большого объема, да, до 50 тысяч литров резервуары с нефтепродуктами, ну, трансмисс, в частности, в сейсмо-активных районах. Задача решается в связанной постановке, то есть будет Страш Интерекшн, FSI, ну, и здесь показано, как это делается, как волна там бежит, да, ну, и так далее. В том числе с учетом таких факторов, отягчающих, да, эту работу, так сказать, и в динамике, и в нелинейности, как вот такая стойка, понтон, которые все взаимодействуют друг с другом, да, то есть это еще и контактные задачи, то есть линейные, связанные контактные задачи, да. Ну, вот я могу сказать, что они были успешно решены и даны вполне конкретные рекомендации. Мониторинг. Очень кратко. Мы к этой теме шли давно, ну, значит, у гидростроительства в атомной энергетике это используется понятие и реализуется уже многие десятилетия, в гражданском строительстве только-только в начале, да. Вот здесь показан один из наших проектов Загорской гидроаккумулирующей станции, первая и вторая очередь, и, по сути дела, полная модель системы геофильтрационной, геомеханической и сооружений, да. Здесь она делалась в разных программных комплексах, то есть геофильтрационная модфлоу, геомеханическая МИДС, ЖТС, а, собственно, все здания, их тут очень много, вот здесь они показаны, да, и сооружения делались в институте, и мы же это все интегрировали, так сказать, в одно, с тем, чтобы давать оценку состояния по показаниям датчиков и результатам расчета и прогноз на перспективу. Ну, не случайно эта работа была выполнена, потому что тут была авария несколько лет тому назад, которая привела, по сути дела, к остановке строительства, к консервации, по сути, в второй очереди, да, то есть такие многомиллиардные выпки. Ну, вот степень, опять же, реалистичности моделей здесь хорошо видна, вот видно, как бы, реальный объект, видно, значит, модель, ну, и здесь тоже, да, это вот как раз такой, как бы, стрёмный объект, тот, который, вот, так сказать, получил недопустимые осадки, да, вот так. Ну, и вот как выглядит эта система мониторинга, мы ее, естественно, развиваем и дальше. Сейчас, ну, сейчас работаем, начали, приступили к работе на Сайно-Шушенской ГЭС, ну, вы знаете, это самая крупная станция в России, тоже со своей богатой, в том числе и фрагической историей, вы знаете, что в девятом году, да, там произошла крупнейшая техногенная катастрофа. Ну, вот как выглядит схема интеграции, да, математической модели, их приведение в соответствии с данными или инкорпорацией в них данных датчиков, ну, и инкорпорация данных геоферпуляционной и геомеханической модели. Вот как выглядит соответствие, соответствие между, ну, не соответствие тоже, да, между фактической картиной зафиксированной, да, на образовании, ну, на перекрытии вот этого станционного блока и та, которая получена с помощью нелинейных моделей железобетона, получена на основании вот этой прогнозной адаптивной конечной элементной модели ВАНСИСи. Довольно приличное соответствие. Очень кратенько расскажу, так сказать, об АНСИСе, ну, и нас тоже, вот, в области научно-образовательной, да, вы видите, что, в частности, центр «Стадио» взаимодействует с большим числом высших учебных заведений и центров в России. Ну, вот я, например, профессором пяти вузов действующим, то есть, мне непочеркнут, да, то есть регулярно провожу занятия ввиду магистрантов, аспирантов, посещая диссертации, и ВАНСИС тут играет, ну, я бы сказал, главенствующую роль, это я говорю, не то, что понравится, так оно и есть. Мы выпускаем монографии, учебные пособия, ну, вы тоже узнаете, конечно, ВАНСИСовский почерк, да, вот, это книжка 25-летию стадию, двухтомник, это вычислительная аэродинамика в задачах строительства два года назад, это математическое моделирование в основе мониторинга год назад, но в этом году мы тоже хотим одну книжку издать, да. Ну, журналы, публикуемся в разных журналах, научных и информационно-аналитических, некоторые из них вот здесь тоже показаны, это вот как раз результаты нашей деятельности на поприще диссертационной, да, то есть защита кандидатских диссертаций, ну, вот видите, что достаточно регулярно защищаются кандидатские диссертации, в каждой из этих мы выбрали ровно те, в которых использовала САНСИС, да, то есть это наш сотрудник, да, вот он, видите, последний, в хорошем смысле этого слова, да, Вальгер, да, это значит, я был у него оппонентом, да, в Новосибирске, вот, тоже интересная очень работа, вот, мы ее всячески приветствуем, да. Ну, значит, российские строительные нормы, почему я не говорю, потому что, ну, мы работаем либо в нормативном поле российском, который вот выходит и обновляется, либо создаем специальные технические условия для уникальных объектов. Надо сказать, что наши нормы представляют собой достаточно такое, как бы, противоречивое и печальное зрелище, я говорю об этом не случайно и, как бы, с тоской в волосе, потому что, конечно, для того, чтобы разработать новые нормы или, там, актуализировать старые, нужно очень серьезную новостельскую работу провести, да, причем коллективом довольно большим, к сожалению, ресурсов не всегда хватает, скажем, мягко, и качество этих норм, ну, не всегда хорошее. Тем не менее, мы в эту процедуру тоже включились, и я тут показываю те нормы, в которых мы принимали участие, в которых пытались, ну, показываю те, в которых успешно пытались внедрить новые технологии, решительные, в том числе, ансисовские, ну, вот, например, то, о чем я говорился недавно, так, пять минут назад, да, СП нагрузки и воздействия, здесь, вот, видите, появилась математическая моделирование этого раньше не было, да, вот, которая уравнена, повторяю, в правах с физическим моделированием. Но означает ли это, что мы завтра можем все, так сказать, броситься, да, нет, потому что для того, чтобы это было нормально, да, мы должны еще провести верификацию в раз-краненции в день, да, той методике, которая, да, вот там есть, и издать пособие, мы это тоже будем делать, да, пособие по вычислительной аэродинамике, ну, задачи как-то для миллиметровых нагрузок, то есть тоже это задачи, которые перед нами стоят. Еще один документ тоже, где в явном виде, вы видите, использовал Энсис, это расчеты и обоснования защиты от прогрессирующего обрушения, да, очень важно, вот, учитывая печальный опыт, не только российский, да, а это та задача, где в полной мере, ведь вся мощь Энсиса можно и нужно использовать, то есть это и пространственная работа, это и динамика, это и физическая, геометрическая структурная нелинейность, да, все сразу, вот, но это не шапка закидать, с этого надо подходить, ну, как бы научно и, так сказать, с практической сметкой, да, вот это, опять же, новый нормативный документ. Проблемы. Ну, вот, конечно, вычислительная механика имеет свои, там, звездные часы, свои достижения, вот, мы об этом говорили, но есть и позор вычислительной механики, ну, вот, например, один из таких позоров, не только российский, это мировой, это для задач строительства, я имею в виду, особенно уникального, больше пролетного, это определение для снеговых нагрузок, да, определение снеговых нагрузок. Да, мы делаем, и не только мы делаем какие-то шаги, робкие, как правило, после этих шагов идет сворачивание и, как бы, народ занимается чем-то другим. Мы очень надеемся, что еще при нашей жизни ситуация справится, да, и кое-что делает. Ну, сейчас один из моих аспирантов, наверное, самый толковый за последнее время, да, вот как раз опять в очередной раз взялся за эту тематику. Ну, пожелаем ему успеха, вот, ну, и нам все вместе, как потребителям. Ну, а, конечно, проблем, для того, чтобы и перечислить, не хватит, наверное, еще одной лекции, да, вот мы понимаем, что гигносеология нас учит теории познания, да, что после решения одной проблемы мы не закрываем, да, у нас перед нами открывается масса, спектр новых проблем, да, так происходит и здесь. Здесь показаны некоторые из них, не буду вас утомлять, в общем, я хочу сказать, что те, кто пойдет с нами или пойдет с нами, для них хватит работы на многие десятилетия вперед. Вот. Ансис нам в этом геологии поможет. Спасибо. Вопросы, если можно? Да, пожалуйста. А подскажите, пожалуйста, прогрессирующие обрушения, как вы рассчитываете? То есть, как учитываете в моделях это все? То есть, либо исключаете или нет. Сейчас, сейчас вам дадут вам трубочку. Скажите, пожалуйста, то есть, как для насчет прогрессирующих обрушений? То есть, либо это один элемент исключается, ну, либо как-то по-другому. Я понял. Значит, смотрите, это целое большое направление, опять же, там вот у меня есть докторант, который докторскую пишет на эту тему, да, то, естественно, он участвует во всех этих работах, тоже участвовал. Значит, есть несколько аспектов в этой теме, да, очень кратко, потому что, понятно, понимание позволяет трубочку, да. Первое, это сценарий, да, то есть, мы должны разобраться, какие сценарии, да, то есть, какие элементы мы можем или должны удалять в конструкции. Значит, вышли новые нормы или выходят, в которых мы участвуем, в которых прописано, какие должны быть сценарии, какие элементы мы убираем, да, и что после этого. А вот после этого, да, мы должны уже посмотреть, как реагирует наша система, ну, точнее говоря, вторичная расчетная модель, да, как она в динамике, в пространственности, в нелинейности реагирует на это. Если в результате хлебаний, да, вот после удаления, процесс устаканивается, да, то есть, как бы, при этом не выходят из строя другие элементы, да, то есть, попутно может выйти 2-3, да, но не происходит обрушение, тогда все окей, да, по этому сценарию система у нас защищена от прогрессирующего обрушения. Но если это не так, да, вот мы убрали колонну какую, ну, как трансфальд партия, ну, колонну убрали, и все упало, да, вот. Если убрали, и, как бы, наши расчеты нелинейные, динамические, показывают, что падает, значит, надо предусмотреть дополнительные мероприятия конструктивного свойства, да, по усилению вот этой зоны, да, ну, или каких-то иных зон. Ответил на наш вопрос? Спасибо. Можно вопрос? Будете добры, скажите, а как вы ведете расчет в Ансис, вот, с учетом низотропности материалов, таких как бетон, с учетом бутургии там и все прочее? Ну, хороший вопрос, да, значит, ну, дело в том, что бетон не просто неизотропный материал, если бы он был просто, там, скажем, ну, анизотропный или, там, как бы, трансверсальный изотропный, да, ну, и так далее, как-то, что терапия какая-то, значит, ну, да, в Ансисе есть возможность провести линейноупругие расчеты для вот таких анизотропных материалов при, так сказать, ну, либо полностью заполненной матриц в упругости 21 элемент, да, там, симметрично, ну, либо причастично, да, но тот и оно, что бетон, железобетон, ну, мы этим занимаемся ежедневно, поэтому я говорю об этом, да, он является не просто конструктивно, да, в таком смысле анизотропным, он деформационно анизотропным, там возникают трещины, да, потому что он работает по-разному, на растяжении и нажатии, там происходят эффекты взаимодействия с арматурой, если мы говорим о железобетоне, очень сложные, да, там происходят эффекты вторичной, первичной и вторичной ползучести, да, под нагрузкой, то есть это очень сложный структурный материал, да, могу сказать, что на сегодняшний день, в отличие от металлов, да, для железобетона не выработана единой, там, всеми признанной модели математической, да, которая была бы где-то реализована, да, есть попытки тех или иных моделей в тех или иных программных комплексах, вот мы сами тоже это с помощью макроса в НССе делали, да, в Абакусе есть известная модель CDP такая, да, есть модель, ну, такой специализированный программный комплекс, как Диана, но это очень сложная задача, хочу сказать, да, поэтому, если говорить о такой научной, наукоемкой стороне этой проблемы, мы еще, ну, как бы достаточно далеко от удовлетворительного ее решения применить на железобетонную конструкцию. Тоже одно из направлений, я там упомянул, кстати говоря, о развитии, да. Так, еще вопросы есть? Вот, вы привели пример, когда, ну, сейчас по законодательствам обозначено, необходимо провести минимум 2 параличных программных продуктов, вы провели 3 программных продуктов, там, включал АСКАП, еще какая-то программа, да, насколько корректные получились результаты и насколько это употребимо, вот, в сравнении с этим. Вы знаете, вы прямо снимаете у меня с языка, значит, ответ, почему? Потому что ровно через месяц, ну, почти через месяц мы проводим первый в России такой семинар научно-практический в Москве, да, который называется «Научно-техническое сопровождение проекта», где как раз вот многие из этих вопросов будут отвечать на ваш вопрос. Да, ну, нужно как минимум 2, да, как минимум 2 модели, программный комплекс от 2, то есть модели независимой, да, потом 2 независимых программных комплексов и потом сопоставление. Если говорить о сложных системах, ну, для которых это, собственно, и нужно, удается ли с первого раза получить приемлемого соответствия, да? Ответ однозначно, не люблю этого слова, нет. Вопрос в том, что вы делаете дальше, да? Значит, ну, есть такие умельцы, которые какими-то административными методами пытаются там привести это в соответствие. Это не наш путь, да? Это не наш метод, да? Мы их презираем, конечно же, да? Существуют научные подходы, то есть, как выявить причину различий, да, как ее устранить, как привести действительно результаты к приемлемому соответствию по тем критериальным параметрам, да, по которым это соответствие должно быть достигнуто. Это отдельная наука, ну, и искусство отчасти, да, расчетов. Мы, как бы, этим занимаемся и учим других. Но вот. Кто хочет, пожалуйста, если просим. Можно вопрос? Вы сказали, что задача снегообразования и снегопереноса является проблемной задачей. Если можно, вкратце, в чем проблема, сложность и какие пути возможного решения этой задачи? Спасибо. Ну, если бы я сейчас ответил, что я знаю все пути решения этой задачи, я был бы тем самым, так сказать, героем, который, значит, писал бы, значит, в летописи, да, с золотыми буквами, да, то и оно, что мы не все знаем. Но мы знаем проблему которой, да, проблема в том, что сегодня вот те методы решения задач аэродинамики новой травой, да, и того или другого массопереноса, да, вот это, так сказать, снегопереноса и снегоотложения, значит, они страдают приблизительностью, да, приблизительностью. Как следствие для покрытия, ну, таких нетривиальных форм, да, не будем говорить лускатные или плоские, да, которыми характеризуются вот большепролетные современные здания, мы получаем достаточно фантазийную картину, далекую от той, которая, ну, как-то на самом деле реализуется. При том, что это же вероятностная вещь, да, сугубо, сугубо вероятностная, да, то есть такой ветер подул, другой ветер подул, такой снег упал, там, в такой влажности другой, там, обледенение, не обледенение, да, то есть это много такой вариантный, много параметрический процесс. Да, значит, как и во многом другом науке, мы должны идти тут степ-бай-степ. Чем мы сейчас и занимаемся, да? В эксперименте, как в трубах, там, тоже? В трубах, да, вот хочу сказать про трубы. Мы, как вы знаете, любим тех, кто в трубах, такой, иногда странную любовью, как и они, но тем не менее, любим мы экспериментаторов, потому что без экспериментаторов все наши замечательные, да, значит, модели и так далее, ну, они страдают некой умозрительностью. Так вот, в трубах те же проблемы, да, то есть, помимо проблем с аэродинамика в трубах, ну, понятно, подобие, да, физически, это основная, основной печи, основная проблема, это проблема подобия со снегом, потому что там используются такие снегоподобные материалы, снегоподобные, запомните, да, это может быть стружка, это может быть какой-то там, значит, какие-то шарики, да, снег себя ведет, как правило, иначе, да, то есть он вот об этих снегоподобных материалах, как правило, ничего не знает, да. И здесь как раз я сторонник того, что двигаться в этом направлении как бы с двух сторон. И экспериментально, и вычислительно. Еще один вопрос. Вот относительно обледенения, это вы не сказали. Относительно чего? Обледенения. Обледенения. Она такая же проблема, как и с отложением снега. Но она не такая же, но она серьезная проблема. Сериоты по уровню нагрузки, которые создаются, они бывают измерительными. Да. Для некоторых видов конструкции, особенно для высотных зданий, например, на верхних этажах, мы сталкиваемся с тем, что реальных знаний, реальных норм на эту тему нету. И начинается опять же фантазия на тему. Фантазия на тему. Вот, кстати, этим вопросом занимает у нас неискримый пещерин, как я понимаю. Ой, не надо. Вот не надо о печальном. Вашим сведениям как минимум 20 лет, потому что уже давно никто там ничем не занимается. К сожалению, я говорю это без радости. Можно просто прочитать, что при работе к конструкции оснований используете МИДОС, ГТС, а не АНСИС? Хороший вопрос. Ну, дело в том, что мы не говорим о том, что мы используем. Просто когда мы пришли в эту команду, которая занималась системой мониторинга, нас, собственно, и позвали, там уже были распределены некие роли. И вот эта мультимодельная система, то есть МОДФЛОУ, МИДОС, ГТС и АНСИС, она уже не нами была предложена. Если вы спросили бы, да, значит, что мы использовали бы сегодня, мы бы сильно подумали. Но есть объективная проблема, тоже мы пишем задачу об этом, да, проблему. Мы все здесь присутствующие прекрасно знаем, откуда пришел АНСИС. Он явно пришел не из строительства, да, и нету строительства, да, и особенно касается грунтового основания. Если говорить о модели грунтового основания, то ситуация там еще более тяжелая и запутная, чем то, что я говорил о железобетоне, да, еще более. Вот. Я занимался этим лично еще там, так сказать, до прихода новой власти, да, и знаю, насколько вот этот каждый шаг в движении, да, по уточнению этих моделей, да, сопряжен с другой проблемой, да. Вы делаете новую модель, предположим, учитывающую много факторов, реологическую, там, энергетическую, инвариантную, какую там красивую, угодно, да. Но она требует все больше и больше исходных параметров. А кто параметры эти может определить? Только из эксперимента, и, как правило, только автор этой модели, да. То есть все более точные модели становятся доступными все менее, то есть меньшее количество людей. Это вот тоже объективная проблема познания. Следующий вопрос, как продолжение. Кто должен обеспечивать параметры для этих моделей, которые становятся все прочее, в том-то, Мидоси, Плаксис, МСС? Ну, вы понимаете, по-разному. Все-таки Плаксис, как я не могу побежать, это такой инженерный калькулятор геомеханический, да, то есть там как раз эти параметры более-менее определены. Но платой за это является то, что большая приблизительность с точки зрения подробности модели, ну и так далее. Вы это тоже, наверное, знаете. Изначально Мидоси был геомеханической системой, да, потому что он под это заточен. Хотя там и есть те же проблемы, о которых вы спрашиваете, откуда брать эти параметры, да. Это вечный вопрос. И, к сожалению, сегодня в практике мы это наблюдаем, я как эксперт часто это наблюдаю, да, тут зачастую царит рекламенство приблизительность большая, да, ну там по аналогии, да, не совсем тот, который нужен, да. Вот такие весы, да. То есть более точная модель требует большего количества параметров, определение которых сопряжено со всем большими сложностями. Хорошо, понял. Ну, вы знаете, я большой противник, вот, как сказать, обвюрокрачивания этой системы, хотя многие любят это, да, там, обложиться дипломами. Значит, все мы знаем в России, как дипломы получаются, да, значит, как они покупаются, да, и кем они выдаются. Вот, поэтому я думаю, что здесь основная, как бы основной критерий, мы по этому критерию и выплываем, да, это сарафанное радио и репутация, да. Если у вас есть эта научная репутация, да, вас никто, значит, не задвинет, да, вам никто не скажет, что вы должны делать, да, вы сами скажете. Вот основной, на мой взгляд, что нужно иметь и с чем проблемы, да, это репутация, то есть вот объекты, задачи, решенные, да, и защищенные в экспертизе. Александр Николаевич, я бы просто закричусь перед перерывом. Мы с вами общались много над тем, что мы создали цифровых двойников в строительстве. Вот наше видение, оно называется simulation-based digital twin, создание цифровых двойников на основе численного моделирования. Как вы видите, вот это направление в строительстве, упомянули много объектов, связанных с мониторингом. Вопрос мониторинга на объектах, особо ответственных, показанных вами, гидротехнические сооружения, в том числе упомянутые из Аянасу, в Шушинске, где произошла известная всем авария. Вот наличие подобных систем цифровых двойников, насколько будет эффективным в строительстве сегодня. Системы мониторинга как существуют, вы мне даже рассказывали, важную эволюцию отвершивали датчиками, но никто не знает зачем и почему. Вот как вы видите, вот развитие в этом направлении, ну и взаимодействие с нами в том числе в этом вопросе. Ну, знаете, да, спасибо. Я начну с конца, значит, взаимодействие, я, так сказать, являюсь не только сторонником, но и как бы не вижу альтернативы, да, альтернативы вот такому взаимодействию, да, потому что если мы не будем с вами взаимодействовать, да, ну, у нас победят другие, те, которые, ну, как мы это называем, занимаются околонаучным трепом, да, вот, вот, таких очень много сегодня во всех отраслях, но мы в строительстве знаем больше таких, да, вот, они устраивают большие конференции, там, награждают друг друга медалями за какие-то достижения, вот, насколько они мифические, известно только им, вот, то есть мы как раз всегда были и остаемся сторонниками, чтобы придать этому реальный смысл, да, реальный смысл. Вот, и здесь, вот, что в мониторинге, что в цифровых двойняках, да, важно, чтобы, вот, математическая численная модель была в основе, да, чтобы она адаптировалась по показаниям, там, значит, датчиков или каких-то других систем, да, и в каждый конкретный момент, мы об этом говорили, давала оценку фактического состояния и прогноза состояния, значит, иначе, действительно, мы обращены, значит, либо, чтобы вот эти проекты мониторинга пылились на, так сказать, на каких-то там, значит, полках, да, в экспертизе, ну, либо создавались вот такие в меру бессмысленные системы измерения, да, про которые сами измерители не могут сказать, зачем они нужны, да. Поэтому, да, это движение в строительстве сегодня понятие цифровых двойней не очень пока прижилось, но я думаю, мы вполне можем поспособствовать тому, чтобы ситуацию изменить. Главное, чтобы за этим был реальный смысл, и какие-то пилотные проекты, которые для реальных объектов, для реальных эксплуатационщиков и строителей показывали, зачем нам это надо, да, вот, и как, насколько это полезно. Спасибо. Будем работать с вами. Да, попробуем. Спасибо. Спасибо. После такой интересной дискуссии предлагаем сделать перерыв на кофе и общение.